Всем привет! Вы смотрите Hotline Video с Александром Иваником. Сегодня я расскажу вам о смартфоне Nokia Lumia 1320. Это фаблет на Windows Phone 8.0 с аккумулятором на 3400 мА и аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon 400. Смартфон поставляется в картонной упаковке синего цвета с изображением четырех расцвета корпуса устройства. Внутри коробки, кроме смартфона, находится сетевой зарядный адаптер на 1,5 А, USB кабель, бумажная инструкция и гарнитура без клавиш и ответа на звонки. Фронтальную часть корпуса прикрывает закаленное стекло Gorilla Glass третьего поколения. Пластиковая рамка вокруг стекла едва-едва возвышается над ним. С одной стороны она должна защищать от царапин, с другой она настолько маленькая, что надеяться на нее просто не стоит. У верхнего торца находится прорезь под разговорный динамик, логотип, датчики приближения и освещения и фронтальная камера. У нижнего торца три аппаратных сенсорных клавиши. Назад, при удержании вызывают список последних запущенных приложений, домой и поиск. Клавиши лишены подсветки, но за счет большой зоны чувствительности пользователю не обязательно попадать на саму пиктограмму. Достаточно прикоснуться в районе клавиши и смартфон отреагирует. Если присмотреться, на стыке пластика и стекла между клавишами назад и домой можно увидеть отверстие разговорного микрофона. Левая боковина традиционно лишена каких-либо элементов. На правой находятся керамические клавиши регулировки громкости, включения блокировки и камеры. За счет острых короев они легко нащупываются вслепую. Клавиши имеют короткий тугой ход с характерным кликом при срабатывании. Клавиша камеры двухпозиционная и позволяет запускать камеру даже из-за блокированного состояния. Разъем для наушников расположен на верхнем торце. Разъем для подключения USB кабеля на нижнем. Тыльная сторона выполнена из шершавого пластика. Следы отпечатков пальца появляются здесь едва ли не охотнее, чем на стекле. У верхнего торца можно увидеть светодиодную вспышку. Чуть ниже объектив 5-мегапиксельной камеры. По центру логотип. Внизу маленькое отверстие под мультимедийный динамик, по бокам от которого находятся выступы, предотвращающие приглушение звука динамика, когда смартфон лежит на ровной поверхности. Чтобы добраться до слота под сим-карту и или карту памяти, нужно снять заднюю панель. Для этого ее нужно поддеть у левого или правого угла нижнего торца. Слоты под карточки находятся на правой боковине. Доступ к аккумулятору перекрывает еще одна пластиковая панель, для снятия которой понадобится специальный инструмент. Качество сборки на хорошем уровне, корпус не скрипит, детали не люфтят. Единственная проблема появление на экране разводов даже при средней силе нажатия на стекло. Что касается управления смартфона одной рукой, то с такими габаритами и весом это практически невозможно. Смартфон работает под управлением операционной системы Windows Phone 8.0. За исключение приложения для навигации, возможности Nokia Lumia 1320 полностью совпадают с Nokia Lumia 1520. Отличия в приложениях для навигации сводятся к тому, что в рассматриваемом устройстве установлены карты Heardrive, тогда как в Nokia Lumia 1520 Heardrive+. В отличие от флагмана, Nokia Lumia 1320 получила более скромную аппаратную платформу Qualcomm, однокристальную систему Snapdragon 400. Она включает в себя два процессорных ядра Crate 300 с частотой 1,7 ГГц, графическое ядро Adreno 305. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, объем постоянной памяти 8 ГБ. Данная аппаратная платформа зарекомендовала себя в качестве отличного решения для устройств, не нуждающихся в максимальной производительности, при этом позволяет запускать практически в те же приложения, что и более продвинутые модели. Более того, она обладает отличной энергоэффективностью, что вкупе с аккумулятором емкостью 3400 мАч дает просто великолепные результаты автономности. Традиционно для смартфонов Nokia оба динамика устройств обладают хорошим запасом громкости. Звук в наушниках заметно лучше, чем у среднестатистического Android смартфона. К качеству передачи речи претензий не возникло. Вибровызов по силе слабый. Скорости поиска спутников могут позавидовать большинство Android смартфонов. По этому параметру его можно сравнить с моделями, базирующимися на SOC Qualcomm Snapdragon 800. Помимо плавности работы, Windows Phone выигрывает у Android энергопотребление. Не стал исключением и этот смартфон. В режиме ожидания за ночь смартфон не разряжается. За день неактивного использования аккумулятора разряжается на 10%. Среднестатистический пользователь может рассчитывать на двое суток работы Nokia Lumia 1320. В двухчасовых тестах новинка показала отличные результаты. Например, чтение с помощью приложения Toucan Reader разрядило аккумулятор на 3%. Ознакомиться с подробными результатами можно в тестовом обзоре на сайте ITC UA. Nokia Lumia 1320 получила 6-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1280 на 720 точек и технологией Clear Black. За счет отсутствия воздушной прослойки между матрицей и стеклом дисплей имеет широкие углы обзора и не слепнет под прямыми солнечными лучами. Яркость регулируется в пределах от 83 до 422 кд на метр квадратный при ручной настройке и от 13,9 кд на метр квадратный до невероятных 619 кд на метр квадратный при автоматической с выключенной и включенной функцией яркий свет соответственно. Как и в Nokia Lumia 1520 пользователь может менять на свое усмотрение насыщенность светов и световую температуру. Субъективно, если не брать во внимание разрешение, Nokia Lumia 1320 достался один из лучших дисплеев в своем классе. Кроме этого в меню можно включить высокую чувствительность сенсора, что позволит управлять устройством в перчатках. В смартфоне установлены две камеры. Основная 5-мегапиксельная с возможностью записи Full HD видео и фронтальная на 0,3 мегапикселя. Значение диафрагмы основной камеры 2,4, фронтальной 2,8. Скромное разрешение камер частично компенсируется их относительно неплохим качеством. Скорость работы камер, запуск и фокусировка высокая. Nokia Lumia 1320 это смартфон с большим и ярким 6-дюймовым IPS-экраном, рекордной автономностью, бесплатной навигацией, громкими динамиками и неплохой производительностью.